Вслед за отмены массовых мероприятий и переводом образовательных учреждений на дистанционный режим в региональной столице начали дезинфицировать общественный транспорт. Отныне каждый выходящий на маршрут автобуса транспорта Верхневоложья подвергается дополнительной санобработке. Такие меры уверены на предприятии и помогут не допустить вспышки инфекционного заболевания в областном центре. Это не кадры того, как встречают иностранных туристов где-нибудь на границе с Китаем и не съемка прибытия пациентов с подозрением на держащий в страхе весь мир коронавирус. Это всего лишь автобус транспорта Верхневоложья заезжает на мойку. В связи с неспокойной эпидемиологической ситуацией на предприятии было принято решение усилить меры по дезинфекции транспортных средств. Отныне каждый автобус не просто моют, но и дезинфицируют. Автобусы ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все контактные предметы обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами, в том числе и кассы по продаже билетов. Если раньше помывка автобуса включала в себя один этап, который знаком всем автолюбителям, кто хоть раз пользовался услугами автомойки, то теперь добавились еще два. Сначала человек в защитном комбинезоне тщательно протирает поручни спинки кресел и стекла, а затем распыляет в салоне автобуса специальный дезинфицирующий раствор. Действовать приходится быстро. В день один сотрудник должен обработать по меньшей мере 50 машин. Как рассказывают в организации «Транспорт Верхней Волжи», каждый автобус дезинфицируется один раз в день, вечером после возвращения в автопарк. Состав вещества, которым обрабатываются салоны автобусов, в организации раскрывать не захотели, отметив только, что одним из дезинфицирующих компонентов является хлор. Ежедневно на линию выезжает 210 автобусов и в компании уверяют, что дезинфицирующие средства хватит на все машины. Отметим, что новые меры профилактики коснулись не только автобусов, усилился контроль на транспорте Верхней Волжи и за водителями. А мимо традиционных для предрейсового осмотра процедур добавились еще несколько, помогающих выявить симптомы вирусной инфекции. Во-первых, стала обязательная термометрия у водителя, во-вторых, более тщательный визуальный осмотр, то есть мы смотрим, чтобы не было у водителя никаких признаков недомогания, то есть чтобы не было насморка, кашля, чтобы глаза были без покраснения. Все эти меры, уверены на предприятии, помогут не допустить вспышки опасного инфекционного заболевания в областном центре. Ведь именно общественный транспорт даже при запрете массовых мероприятий может оставаться местом скопления большого количества людей. Впрочем, многое зависит и от самих пассажиров. Как советуют специалисты, если человек заметит симптомы недомогания, в общественный транспорт и вовсе лучше не садиться.